Всем привет! Сегодня будет очень необычный выпуск. И вообще данное видео я записываю в основном для наших зрителей из России. Мне очень сложно подбирать слова, так как наши зрители в основном дети, а то, о чем я буду говорить, это не совсем для детей, а больше для ваших родителей. И если мама, папа увидели, что ваш маленький ребенок смотрит это видео, вы можете взять и послушать, может вы увидите что-то для себя полезное. То, что сейчас происходит в Украине, мне не дает права молчать. Я должен об этом высказаться. Вам по телевизору рассказывают о каких-то неонацистах в Украине. Даже президент ваш об этом что-то говорит. Но в Украине нет никаких неонацистов и нет никакой угрозы для русскоговорящих жителей. Мы говорим по-русски и прекрасно посещали Одессу и многие другие города Украины. И никто вам, никто нам ни кривого слова, или как-то криво даже не посмотрел. Наверное, вы также слышали о военной операции на Донбассе. Это полная чушь. То, что вам преподносят как миротворческую операцию на Донбассе, на самом деле является полномасштабным вторжением российской армии в Украину. Но уточняю, не просто какая-то операция на Донбассе, а полномасштабная война России против Украины. И Россия в данном случае не защищается, а нападает. Эта война продолжается уже третий день, унося жизни не только украинских граждан, но и российских солдат. Не верьте тому, что вам говорят по федеральному телевидению. Они вам нагло врут. Посмотрите телеканал «Дождь», например. Они стараются максимально объективно освещать происходящее. В Ютубе также есть блогеры, которые не боятся, живя в России, говорить правду. Это, например, Максим Кац, Варламов и многие другие. Посмотрите, там много интересного. Я намеренно не рекомендую вам украинские источники, так как к ним вы можете относиться с недоверием. Чтобы максимально быть объективным, я не буду рассказывать о ходе операции, то, что я где-то там увидел. Я просто попытаюсь вам пересказать истории моих родных, моих знакомых, которые сейчас находятся в Украине и в правдивости которых мне не приходится сомневаться. Например, Одесса, откуда родом я, Максим и Катя, где они родились и выросли. Там сейчас очень часто нужно услышать сигналы воздушной тревоги. Людям приходится прятаться в бомбоубежищах. Но, к сожалению, бомбоубежищ на всех не хватает. Люди просто ждут, смотря в небо, видя, как летят ракеты над головой. Как они слышат взрывы и перестрелку. Также у нас есть родственники в Виннице, где также постоянно звучат сигналы воздушной тревоги. Они вынуждены прятаться от российских снарядов и ракет. Хуже всем тем, кто остался в Киеве, так как сейчас российская армия атакует. Именно сегодня, 26 февраля 2022 года, где-то в 5 часов вечера по Москве, российская армия наступает на Киев. И это не сюжет какого-то фантастического фильма. Это то, что происходит сейчас в Украине. Как люди живут? Конечно же, в страхе. Но армия продолжает успешно защищаться. Наши знакомые, родные вынуждены ночевать в бомбоубежищах в Киеве. Они спят там без какого-либо тепла. Маленькие дети спят в пуховых куртках, накрывшись одеялами на голом бетонном полу. Ну, конечно, что-то там принесли, подстелили. И весь этот ужас происходит потому, что российские танки, самолеты, вертолеты, солдаты атакуют со всех сторон. Как с севера, так и с юга, и с востока. Нам нужно остановить эту войну. Ничем хорошим она не закончится. И победителей в ней не будет. Не будет великой победы России над Украиной. Я прошу вас поделиться этим видео с друзьями. Чем больше людей узнают правду, тем сложнее вашему мистеру Путину будет изобретать все новые причины для продолжения боевых действий. Повторюсь, Украина не была врагом для России. Это русские танки сейчас едут на Киев. Мы всем сердцем с Украиной. Всем мира. Нет войне.